Итак, продолжается наше путешествие по Риму. Мы находимся около испанской лестницы. Она состоит из 138 ступеней, которые ведут с Испанской площади к расположенной на вершине холма Пинчо в церкви Тринита де Эймонти. Любой турист почтет за честь посидеть на этих ступенях. Любимица кинематографистов, модельеров и художников. По мнению искусствоведов, испанская лестница – самая красивая лестница Европы. С вершины холма Пинчо открывается прекрасный вид на город. Строительство церкви Тринита де Эймонти началось в 1502 году по заказу и на средства короля Франции Людовика XII и продолжалось до 1585 года. Покровителями церкви Тринита де Эймонти были короли Франции, а на Испанской площади находилось представительство их близких родственников – королей Испании. Французский дипломат Этьен Геффиа посчитал, что необходимо связать эти две точки – лестницы, и в своем завещании оставил 20 тысяч скуда на выполнение этого колоссального проекта. Мы в церкви Санта-Мария-Маджоры. Это одна из четырех главных базилик Рима. У возвышения Папского престола устроен нижний предел, где в специальном реликварии хранятся частицы яслей, в которых родился Христос, а напротив – мраморная статуя Папы Пия IX. КОНЕЦ ФИЛЬМА Играет музыка В одну из летних ночей 352 года папе Либерию и богатому римлянему Джованне Патрицию явилась во сне Мадонна и приказала построить на том месте, где на завтра выпадет снег, церковь на следующее утро 5 августа 352 года, Там, где теперь стоит базилика, лежал снег, после этого и стали возводить церковь. Ее сменила базилика, построенная Папой Сикстом III и посвященная Богоматери. Играет музыка Салюс попули Романи Спасение римского народа Икона Богородицы, хранящаяся в базилике Икона особо почитается горожанами и является главным богородичным образом Рима В 1954 году икона была коронована Папой Пием XII Предание приписывает авторство иконы апостолу Луке В базилике захоронены четыре Папы И великий мастер Джованни Бернини Деревянный потолок Работает Джулиана де Сангало Для позолоты потолка использовали золото из первой партии, привезенной из Нового Света из Перу, которое Папа Александр VI получил в дар от испанского королевского дома Фердинанда и Изабеллы Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Колокольня Колокольня самое высокое время 75 метров и датируется 1377 году КОНЕЦ На следующий день мы снова решили вернуться к самому красивому фонтану Рима Треви Из центральной ниши дворца, как на колеснице, выезжает Нептун, сидящий на морской раковине, которую тянут тритоны и морские коньки На правом барельефе молодая девушка указывает римским солдатам, где находится источник От этого источника проложили акведук, по которому вода поступала в Рим Субтитров А.Семкин 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 Ну и конечно же нужно бросить панетку, правой рукой через левое плечо, чтобы вернуться снова в Рим И эту процедуру проделывает каждый турист. Можете себе представить, сколько евро собирается каждый день из этого фонтана. Нам захотелось снова вернуться к пантеону, зайти внутрь. Это могила короля Витория Эммануила II. Что интересно, в куполе пантеона круглое отверстие, через которое внутрь попадают осадки. В течение этого дня мы посетили 12 или 13 церквей и базилик Рима. И на дверях каждой из них вы можете найти план, на который изображены, где находятся картины, фрески и скульптуры известных мастеров. КОНЕЦ КОНЕЦ Базилика Сант-Андреа-де-Ла-Валли, самая большая барочная церковь в Риме. Строилась, начиная с 1590 года, по обету и насредство покойной герцогини Амальфи. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и конечно же Колизей, символ Рима или амфитеатр Флавиев. Строительство велось на протяжении восьми лет, с 1972 по 1980 годы. Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких как бои гладиаторов, звериные травли, морские сражения. Нашествие варваров привели амфитеатр и положили начало его разрушения. Сейчас Колизей одно из самых величественных и известных сооружений Рима. Так у нас прошли два незабываемых летних дня в Риме. Субтитры сделал DimaTorzok